Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели расскажут мои коллеги. Я Дина Исляева. Авиадарс-2018. В Рязань прибыли китайская и белорусская военные делегации. 13 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Найти работу в Рязани может не каждый. Предупрежден, значит, вооружен спасатели. Раздали памятки жителям Дядькова и напомнили правила безопасности. В Рязань прибывают участники международного конкурса военных пилотов Авиадарс-2018. Напомню, в этом году участие в нем принимают команды вооруженных сил России, Китая, Республик Казахстан и Беларусь. Самые соревнования пройдут с 29 июля по 11 августа. Первой прибыла делегация из Белоруссии. Всего 4 человека. Три пилота и один запасной. На этих же Су-25 они будут выступать на Авиадарсе. Для Виктора Горового это не первое соревнование. Он участвовал в Авиадарсе в 2016-м. Был запасным пилотом. Тогда команда заняла второе место в номинации «Штурмовая авиация». Сейчас Виктор приехал как участник. Остальные пилоты на соревнованиях впервые. Радость. Ощущается погода. Нам позволила выполнить сегодня перелет без переноса, без ничего. И спокойно, без какого-то излишнего напряжения, мандража. Китайской делегации прилетела на самолете своего производства. Транспортники аналоги российского Ан-12. По традиции команду встречали хлебом-солью. С прилетом. Удачи в решении задач, которые поставило вам командование. В этом году впервые китайская делегация будет выступать на штурмовиках военно-транспортной техники. В Россию прилетят истребитель «Дзянь-10» и бомбардировщик «Дзянь-Хун-7А». Стараемся выполнить боевую задачу. Задачу. Задачу и поднять между обеих военных стороны дружба. «Авиадарс» – это соревнование между военными летчиками. Они покажут, как умеют преодолевать систему противовоздушной обороны противника, поражать его наземные цели с помощью авиационных пушек, неуправляемых и управляемых ракет, авиабомб. Условия конкурса в этом году немного изменились, но сверхзадачи никто летчикам не ставит. Главное – это соревновательный элемент в навигации, боевом применении, разведке. Рязань принимает «Авиадарс» в третий раз. Соревнования будут проходить на аэродроме в Дягилево и полигоне в Дубровичах. Сам конкурс проводится с 2013 года. В 2014 вышел на международный уровень. В этом году состязания вошли в программу четвертых международных армейских игр, которые пройдут с 28 июля по 11 августа. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Найти работу – проблемы. Сейчас в Рязани проживают около 13 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, но из них зарабатывать могут далеко не все. Какие-то предприятия, несмотря на сложности, готовы обучить, оборудовать рабочие места и взять их на работу, узнала Анна Малистова. Надежда Семенова работает в МЧС диспетчером. Она признается, что проблем с трудоустройством не было. Да и сейчас на работе созданы все комфортные условия. Надежда не только мама, но еще и спортсменка. Она занимается паралимпийским видом спорта – легкой атлетикой. Недавно девушка подтвердила звание мастер спорта и завоевал на чемпионате России две серебряные медали. По словам Надежды, начальство к занятиям спортом относится с пониманием. Сделан пандус, туалетная комната, наш офис. Здесь основное место работы, но я еще спортсменка. Если у меня не будет накладок, в данном случае Главное управление МЧС идут навстречу. Они разрешают мне ездить на соревнования. Меня все устраивает. Идут навстречу. Помимо Надежды, в МЧС работают еще три человека с ограниченными возможностями здоровья. Они трудятся по сокращенному графику, на час меньше положенного. При отборе кандидатов было организовано взаимодействие с Министерством социальной защиты населения, Министерством труда и занятости и общественными организациями, объединяющими инвалидов. Для сотрудников созданы все необходимые условия для работы. На входах в здание обустроены пандусы, расширены входные группы. В нашей телекомпании также есть человек с ограниченными возможностями здоровья. Александр Лепешкин работает монтажером. У него третья группа инвалидности, нарушена мелкая моторика рук. Для Александра это не помеха. Он ведет активный образ жизни. Каких-то особых трудностей я не замечаю. Может какие-то вещи я делаю медленнее, просто мне приходится по нескольку раз пытаться это провернуть. Но, собственно говоря, за столько лет ты уже к этому свыкаешься, ты этого не замечаешь абсолютно. К сожалению, не всем людям с ограниченными возможностями здоровья удается без особого труда найти работу. Работодатель может отказать по объективным причинам. Например, отсутствие опыта или если человеку с инвалидностью противопоказана предлагаемая работа. При этом бывают случаи, когда работодатель без оснований отказывает в приеме на работу инвалиду. Особенно тяжело устроиться инвалидам первой группы. Часто именно они не могут передвигаться самостоятельно, а расстояние между домом и работой становится непреодолимым. Сейчас есть масса причин, из-за которых не по своей вине люди, способные и готовые трудиться, остаются без работы. Имея проблемы с трудоустройством, можно обратиться в Центр занятости населения, где вам найдут работу в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Раздают памятки жителям и напоминают, как пользоваться электропейборами. В Дядьково пожарный провели рейд, посвященный профилактике возгораний. Еще раз напоминают правила пожарной безопасности. Валерий Седов продолжит. Пожарный надзор вас беспокоит. Именно с этой фразы обычно и начинается беседа сотрудника МЧС с местными жителями. Они напоминают основные правила техники безопасности, а также вручают специальные памятки. Мы хотели бы вам вручить памятки о соблюдении требований пожарной безопасности. Здесь изложены основные требования, которые необходимо выполнять, чтобы не случился пожар. Обычно плановые обходы происходят по средам. В Рязанском районе всего 18 поселений, в которых 178 населенных пунктов. И в каждом нужно провести подворовый обход. По словам сотрудников пожарного надзора, люди на это реагируют правильно. Они внимательно слушают информацию и задают необходимые вопросы, если они есть. Иногда приходится и быть психологом. Многие жители районов – пенсионеры, с которыми нужно просто поговорить. Сотрудники рассказали, что уже привыкли к такому. Основная наша работа направлена на предупреждение пожаров, на работу с населением, на профилактическую работу. То есть доведение требований пожарной безопасности с целью исключения возникновения пожаров. Рейд в Дядьково приурочен к 91-й годовщине со дня образования органов пожарного надзора. Сельское поселение не выбирали специально, просто пришла его очередь. Поэтому с утра – подворовый обход, а после – общее собрание с жителями. Люди говорят, что такие проверки идут только на пользу. Нужно, чтобы проверяли, чтобы нас предупреждали. Обязательно. Просто у нас был инцидент, ну это давно было, у нас сгорело 4 дома подряд. То есть это надо проверять. Обязательно. Пожар, о котором говорит Елена, произошел в 2018 году. В огне погибла пенсионерка. Жители двух других квартир успели эвакуироваться. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. К сожалению, это не единичный случай в Рязанском районе. Поэтому собрание с жильцами призвано еще раз напомнить об осторожном обращении с открытым огнем и электроприборами. Глава администрации Дядьковского сельского поселения Алексей Шибаев рассказал, что подобные мероприятия проводятся с жителями постоянно. Особенно весной, когда начинается пал травы. У нас создана добровольная пожарная дружина. Она незначительная, в составе трех человек, но которые регулярно выезжают на палы сухой травы. У нас есть мото-помпы, ранцы шанцевые, есть хлопуши, которые, кстати, очень эффективны в тушении данных пожаров. Михаил Шибаев – начальник дружины. Он принимал участие в тушении половины пожаров в поселении. А с большим количеством собраний и рейдов Пошнадзора количество пожаров удалось сократить. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Рязанские альпинисты уезжают покорять новые вершины. Группа спортсменов во главе с членом правления региональной федерации альпинизма Алексеем Лихобабиным побывает в Альпах. В планах подняться на самую высокую точку Европы – гор Монблан. 4810 метров над уровнем моря. Гора Монблан считается самой высокой точкой Европы. В рязанской группе четыре человека. Для всех участников это восхождение не первое. Состав оптимальный с точки зрения безопасности, чтобы идти двумя связками. Почему мы выбрали именно Монблан и почему именно Альпы? Во-первых, давно мы мечтали о том, чтобы поехать в Альпы. Это была моя старая мечта. Они запланировали побывать на родине альпинизма в Шамани, городе на востоке Франции. Считается, что именно там было совершено первое восхождение. Рязанцы едут туда не случайно. Этот поход посвящен созданию региональной федерации альпинизма. Мы иногда разворачиваем флаг и с ним фотографируемся. Вот это мы, скорее всего, сделаем. Конечно, возьмем с собой. Если погода позволит, часто бывает так, что хочется побыстрее сбежать с вершины вниз. Сначала сборы для того, чтобы подготовиться к восхождению недели тренировок. И только потом на высоту. Рязанцы планируют провести на горе Монблан четыре дня. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Список рязанских дорожных ям пополнился на этой неделе. Не выдержал летних дождей асфальт на улицах Скоморошинска и Щедрина. Яма глубиной более полутора метров образовалась рядом с Ростелекомом. Доделывать ее никто не спешит. Кресло на дороге – это не намек, что пора отдохнуть. Его поставили, чтобы отметить место, где провалился асфальт. Яма довольно глубокая, зато креативно оформлена. Рязань скоро из города с самым большим количеством ям превратится в город, где научились из каждой вывоенной делать арт-объект. Заделать яму не спешат, зато повесили знак «Дорожные работы» с надписью «Работаю, умри». Рядом получили вторую жизнь холодильник Минска и кухонные полки советских времен. Их, как и кресло, сначала выбросили в мусор, но потом передумали и решили, что они еще послужат на дороге. Этот провал шире, больше метра в диаметре и глубже, сантиметров 40. Если заглянуть в яму, видно, под асфальтом продолжает размываться песок. Вот буквально, наверное, два дня назад. Ну вот жара, как это было. Последний день жары, как раз вот эта вот яма, она и у нас провалилась. Ну тут же водоканал, он как это самое, они песком засыпали, и тут же сразу асфальт. И все. А вода-то подмывает, поэтому такие ямы. Это не единственные сюрпризы, поджидающие водители на дороге. На соседней улице Щедрина яма еще больше, занимает целую полосу. Еще одна яма глубиной более полутора метров. На улице Щедрина ее никто не спешит заделывать, хотя есть риск, что асфальт будет обваливаться дальше по краям. Пока ямы огорожены и аварий из-за них на дорогах не было. Но неизвестно, как дорожное полотно отреагирует на погоду. Синоптики обещают, что все выходные будет идти дождь, а значит, провалы могут увеличиться. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани вновь зафиксировано повышенное загрязнение воздуха. Об этом на официальном сайте сообщили сотрудники Рязанского гидрометцентра. Уровень загрязнения оценили как высокий. О самых грязных районах города в нашем следующем сюжете. Формальдегид, сероводород, фенол, диоксид азота, диоксид серы – все это только часть вредных веществ, которые содержатся в воздухе нашего города. Некоторые из этих соединений можно встретить и в табачном дыме. И хоть в десятку самых загрязненных городов России Рязань не входит, экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Министерством здравоохранения разработаны и приняты нормы ПДК предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. И если хоть один из элементов превышает норму, то он оказывает негативное воздействие на организм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в июне месяца консультировался как высокий. Регистрировалось превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду, фенолу, сероуглероду, взвешенным веществам. Наиболее часто регистрировалось превышение ПДК микрорайнестроитель. И в течение месяца регистрировались два случая. Были зафиксированы превышение ПДК по сероводороду выше пяти ПДК. Забор воздуха на проверку осуществляется на четырех стационарных постах. Располагаются они на улице Горького, в микрорайонах Приокский и Строитель, а также в Сысоево. За июнь лаборатория проанализировала более двух тысяч проб воздуха по девяти ингредиентам. Уровень загрязнения оценили как высокий. Чаще всего превышение ПДК по сероводороду фиксируется именно в строителе. По словам специалистов, причина такого загрязнения воздуха – это антропогенные факторы. То есть выхлопные газоавтомобили, выбросы различных заводов и станций теплоэлектростанции и котельные. К сожалению, превышение ПДК в нашем городе фиксируется, если не часто, то с завидной периодичностью. Вопрос только в том, можно ли где-то подышать свежим воздухом, когда это так необходимо. Вот тут нашему городу есть чем похвастаться. Недавно же поставлен на кадастровый учет зеленый пояс. Зеленый пояс Рязани – это наше большое достижение. 68 тысяч гектар, 1200 участков, 1200 с хвостиком, не помню точную цифру. Это зеленый пояс. Вот смотрите, зеленые, все, что вот этим цветом, это зеленые зоны, это наши легкие, это наша экология. Рязань стала первым городом, который принял и поставил его на кадастровый учет. По словам Евгения Рыбакова, зеленый пояс нашего города – самый большой в России. Такое действие поможет защитить леса и скверы от застройки. Все участки на официальном уровне будут переведены в парки, то есть строительство на них будет запрещено. К сожалению, обычно активистам приходится их отстаивать. Например, в прошлом году дубовую рощу из 1200 деревьев перевели в зону застройки. Защитить деревья удалось, но только это одна из многих побед. Евгений Рыбаков также отметил, что парков, к сожалению, в городе становится меньше. Однако есть и обратная тенденция – стали появляться небольшие скверы. Так что свежий воздух в Рязани найти можно. Вот только для этого придется выбираться в парки и скверы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Не оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами. Рязанская комиссия по делам несовершеннолетних вновь обращается к родителям. С начала июля раз в неделю в городе происходят несчастные случаи. Из окна выпадает ребенок. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних обходят многоэтажки и расклеивают памятки. Летом, когда, казалось бы, все отдыхают, участилось количество несчастных случаев. Многие родители считают, что москитная сетка сможет удержать ребенка. Но это не так. Ребенок, оказавшись без присмотра на подоконнике, может выпасть из окна. Несмотря на все предупреждения, такие случаи происходят довольно часто. Только в июле в Рязани из окон выпали три ребенка. Они остались живы только потому, что высота была небольшой. Максимум второй этаж. С семьями, в которых произошло такое несчастье, проводится работа, рассказывает начальник отдела аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александра Батурина. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и могут вынести предупреждение или оштрафовать беда с ребенком – самое большое наказание для родителей – за халатность. Поэтому, когда ребенок находится дома, нужно лучше за ним следить. Правила знают все. Не оставлять без присмотра детей помещение с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени. Не поощрять игры различные и лазание на подоконнике. Во всех фирмах по установке окон есть специальные замки, которые блокируют окна в режиме проветривания. Установить их могут только профессионалы. Еще один способ спасти ребенка – поменять ручку. Установить на окно ручку, которая имеет механизм внутреннего замка. С помощью этого замка можно запереть наше окно, либо дверь, ключ убрать, и таким образом ребенок не сможет открыть. Заменить ручку легко самостоятельно. Продается она в любой фирме, устанавливающей окна. Цена – небольшая, работая на полчаса. Зато за жизнь ребенка можно не беспокоиться. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Убился бутыльника и его отчима-инвалида, чтобы он не позвонил в полицию. Следователи направили в суд. Дело, над которым работали почти год. Преступление раскрыли благодаря современным технологиям. Я подошел, насыпал ему горсть мелочи, предложил ему выпить. На что он предложил пойти к нему и там выпить. Это кадры оперативной съемки. Подозреваемый познакомился с убитым случайно. Увидел, что рядом с магазином побирается мужчина. Любители горячительных напитков общий язык нашли быстро. Выпивали вместе не один раз. Трагедия произошла в августе прошлого года. Хозяин дома допился до галлюциногенного бреда. Сначала пытался разговаривать с умершей матерью по выключенному телефону, а потом начал выяснять, откуда в доме гость. А тот, недолго думая, схватился за топор. Сначала зарубил субутыльника, потом пошел в комнату к его отчиму. Испугался, что в полицию на меня заявят. То есть какой цель вы сюда пошли? Как свидетеля, удалитель. После убийства подозреваемый выбросил топор в выгребную яму уличного туалета, чтобы скрыть следы. Однако это не помогло. Через два месяца его нашли. Удалось обнаружить и улики. С помощью самого современного оборудования и технологий, которые имеются, было установлено на орудие преступления не только наличие следов крови погибших, но и биологический материал самого подозреваемого. Подозреваемому вменяются две статьи Уголовного кодекса – убийство двух и более лиц и убийство с целью вскрыть другое преступление. За подобные преступления уголовным законом предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы. Однако окончательное решение вынесет суд. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Оправляли информацию о том, что брусчатку, сохранившуюся на площади Ленина, вывозили камазами. В администрации города отметили, если подрядчик, выполняющий работы, обнаружит объекты, представляющие историческую или археологическую ценность, эта информация будет проверяться, чтобы такие объекты были сохранены. Реконструкция площади Ленина – тема довольно интересная. С одной стороны, за проголосовало больше 50%. А с другой – именно здесь находятся важные исторические сооружения. В письменных источниках площадь Ленина называлась раньше «Новая Черная Слобода». Сюда переселились 63 купеческих семьи. Сейчас их усадьбы скрыты под метровым слоем асфальта, глины и земли. Благодаря раскопкам можно узнать планировку города в размерах целого района. По письменным источникам, по архивным картам мы понимаем, что Слобода Переславля-Рязанского располагалась именно здесь. Но археологических исследований на этой территории еще никогда не проводилось. Поэтому та возможность, которая выпала археологам сейчас в 2018 году, она уникальна. Мы знаем, что на соседних территориях, скажем, на улице Горького, на улице Маяковского, на улице Пожалуйста, на археологические слои есть в очень хорошей сохранности. Логично предположить, что они также сохранились и здесь. Под асфальтом брусчатка, которой почти 200 лет. Каменное мощение мостовой было выполнено в 1821 году. Подобный камень рабочие находили во время нашумевших работ по прокладке труб на Кремлевском полу. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно более точно определить вехи истории нашего города. Поэтому даже благодаря обычному археологическому наблюдению можно сделать много важных открытий. Василий Конов рассказал, что исторический слой здесь около метра. Территория очень информативна, как в историческом, так и в археологическом плане. Сегодня рабочими сделана очень интересная находка. Вот буквально сейчас они нам ее передали. Это фрагмент стеклянного сосуда 19 века с орнаментом по донцу. Очень хорошо видно, что сделан этот сосуд вручную. Выдувался именно вручную. Не заводская, не фабричная методика изготовления. И таких находок 19, 18, даже 17 века здесь должно быть еще очень и очень много. Вот только заявить официально об этих находках невозможно. В настоящий момент ремонтные работы ведутся без привлечения археологов. Один из самых интересных и одновременно опасных видов работ – это бурение скважин, глубина которых порой достигает трех метров. Благодаря таким скважинам можно сделать много важных открытий, такие как глубина залегания исторического слоя и многое другое. Вот только пока работы ведутся без привлечения археологов. Поэтому гарантировать то, что рабочие случайно не повредят исторические артефакты, просто невозможно. Сейчас в моих руках фрагмент кожаной обуви 18 века. Неизвестно, был ли он цельным до того, как начались эти работы. Подобных фрагментов в земле достаточно. Вот только до сих пор с управлением благоустройства города ведутся переговоры о привлечении археологов. Как заявил Василий Конов, такой шанс вряд ли представится снова. С каждым новым днем работ грядут и новые проблемы. Для прокладки траншей был выкопан и вывезен в неизвестном направлении большой объем брусчатки вместе с историческим грунтом. Что с ним случилось, также остается тайной. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города, чтобы получить ответ на волнующие археологов и горожан вопросы. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. И лесопарковая зона, и спортивный комплекс на свежем воздухе. В Рязани реализуется проект под мостом. Восемь различных по своему назначению зон будут работать в лесопарке. Мы решили пообщаться с молодыми спортсменами и узнать, нужны ли им подобные площадки для занятий спортом. На улице проливной дождь, но рязанскую молодежь, кажется, это нисколько не смущает. Спортивные площадки в лесопарке под мостом еще не готовы полностью. Несмотря на это, здесь уже прошло занятие по паркуру. Ребята признаются, такого места в городе им очень не хватало. Движение паркур начало возрождаться в Рязани год назад, но места для занятий не было. Им приходилось переходить с места на место. Их гоняли и не давали заниматься любимым, пусть и экстремальным видом спорта. Нам она очень нужна. И, в принципе, это единственное, что нам так долго и не хватало, из-за чего во многом наше движение прекратилось существовать, из-за того, что у нас не было определенных условий. Здесь нас будут видеть разные люди. Привлекать будем больше молодежь, чтобы она не просто ходила по лесу бездельно, не распыла алкогольные напитки и не курила, а видела, как люди занимаются спортом и мотивировалась. Нам нужно определенное место, где мы тренируемся. Нас постоянно ищут, а нас знают. Но найти нас нигде не могут, потому что мы перемещаемся везде по городу. И определенное место поможет всем найти нас и собраться всем вместе. Здесь нравится покрытие и атмосфера. Никто не мешает. В принципе, здесь самое то. Под мостом планируется сделать 8 спортивных площадок. Три из них будут оборудованы для занятий стритболом. Также здесь разместят зоны для детей, занятий дворовым футболом и тренировочную зону для воркаута. Именно последняя и привлекла внимание рязанских любителей паркура. Воркаут – это в первую очередь турники. Турники – это тоже часть паркура. Фрирана – это подразумевание паркура, которое больше включает в себя акробатики. Акробатики, турники и все различные препятствия, городские, искусственные, все нам подходят. Поэтому площадка для воркаута была бы даже идеальна. Уличный спортивный центр планируют открыть в первых числах августа. Более того, последний месяц лета может запомниться финалом Кубка России по уличному баскетболу. Его проведут как раз на этой новой городской площадке. Сейчас уже монтируют входную группу. Площадки утеплят, так что заниматься спортом в лесопарке можно будет круглый год. На случай весеннего разлива тоже все предусмотрели. Конструкцию подняли на 60 сантиметров от земли, а при необходимости ее можно будет перенести подъемным краном в другое место. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Телефон 5254. Продолжение следует...